Катание на санках старинная забава, известная в наших краях уже много-много лет. Жаль только, что похвастаться виртуозными возвышенностями возможности нет. Равнинный рельеф местности не предполагает ярких эмоций от преодоления снежных препятствий. Но это людей не останавливает. Активно в качестве возвышенности используются склоны на спусках с мостов. На набережной одна из самых популярных площадок. Их стоит отметить более безопасных. Спуск вниз здесь без препятствий, однако родительский контроль, особенно вблизи дороги, все же не помешает. Ни как, вон, весело, задорно, и детям, и взрослым. Все отлично. Когда еще такое будет, надо ловить момент. Стараемся, ну, чтобы каких-то неприятностей не было. Однако не все родители так беспокоятся о безопасности своих детей. Как рассказали нам в детской областной больнице, каждый год с приходом холодов увеличивается количество пострадавших от разного рода зимних забав. Причем, как правило, это дети школьного возраста, предоставленные сами себе, катавшиеся на подручных предметах, картонках, пакетах, на небезопасных площадках, у дорог, железнодорожных переездов, среди деревьев. Исход у таких приключений один. Ребяческая шалость становится взрослой трагедией. Риск получения травмы, в общем-то, наиболее высокий, это травмы конечностей получить. То есть при падении дети опираются на руку, ногой могут травмироваться, могут удариться в любые предметы. То есть это деревья, какие-то бетонные, там столбики и так далее. Все, что, любое препятствие может оказаться причиной получения травмы ребенка. Ну и при неудачном падении с санок или стюбингов ребенок может получить черепно-мозговую травму, ударяется головой. Иногда эти травмы бывают очень серьезными порой. Также, реже, но встречаются при таком виде падения, это травмы позвоночника, компрессионные переломы. Если говорить про количество, вот на конец 2020 года через наш травмпункт Брестской детской областной больницы прошло 60 детей с холодовой и гололедной травмой. Если маленьких детей, как правило, катают на классических санках, то вот взрослые ищут для себя приключения пожестче. Каждый год YouTube буквально переполняют видео, на которых любители экстрима пробуют привязывать тюбинги, санки и даже сноуборды к фаркопам автомобилей. Ощущения от скорости и ветра в ушах, конечно, впечатляют, но, как показывает практика, порой яркие эмоции могут стоить не только здоровья, но и жизни, загубленной по собственной глупости. Активно в эти дни на водную, а точнее сказать подмороженную гладь выходят рыбаки. Любителям такого вида отдыха важно помнить о наличии среди удилища сностей спасательного жилета и веревки. После продолжительных переменчивых температур лед в отдельных местах может быть тонким. А это одно из самых неблагоприятных условий. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный буросерый лед, обычно уже подтаявший и непрочный. Помните о том, что при сохраняющейся на протяжении трех дней температуре в 0 градусов, прочность льда снижается на 25%. Непрочным считается лед около устьев реки, притоков, близистоковых вод и бьющих ключей, а также деревьев, кустов, камыша. Нельзя проверять прочность льда, прыгая на нем и ударяя ногой. На ближайшие дни синоптики передают достаточно комфортную для прогулок погоду. Ничто не препятствует тому, чтобы провести время на улице весело и интересно. Однако для своих развлечений выбирайте правильные проверенные варианты, чтобы очередной зимний отдых остался в памяти только приятными воспоминаниями.